Уроки предостережения истории. Политика фашистов, принесшая миллионные потери среди населения. В общественной палате республики прошел круглый стол. На нем обсудили вопросы сохранения памяти о Холокосте, профилактике и предотвращении геноцида расовой, национальной и этнической нетерпимости. Подробности у Алии Баташева. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, Международный день памяти жертв Холокоста отмечают с 2006 года. Нацистская расовая политика и антисемитская идеология начались в Германии с момента прихода Гитлера к власти в 1933 году. Принятие нюрнбергских законов, закона о гражданине Рейха и закона об охране германской крови и германской чести фактически лишили гражданства евреев и дали старт на массовое их преследование, а затем и на полное уничтожение. Только на территории Украины от рук нацистов погибло более 1 миллиона 400 человек. В Литве и Латвии около 300 тысяч человек. Сегодня говорят, в Великой Отечественной войне принимало участие каждый четвертый, каждый пятый, каждый десятый, а может каждый второй. Вот чтобы не было вот этого дела, мы решили полностью в своих книгах показать, доказать, кто, где, как воевал до наград, до мест, где захоронение, до памятников. Участники круглого стола говорили о недопустимости, искажении истории и важности сохранения исторической памяти. Помнить героев, мужественно сражавшихся за нашу родину. Не забывать о тех, кто помогал жертвам насилия и их детям, несмотря на то, что это было трудно и опасно. Таких примеров отваги и человечности в Карачаево-Черкесии было немало. До сих пор благодарные потомки еврейских детей помнят об оказанной помощи со стороны представителей народов республики. Сохранение исторической памяти, сохранение верности традициям, сохранение того уровня патриотизма, в котором воспитывались мы с вами и его достижения нашими детьми, это наша будет с вами одна из основных задач и целей. В настоящее время в России реализуется крупномасштабный проект без срока давности, направленный на сохранение, на расследование жертв среди мирного населения, народов Советского Союза. Я подчеркиваю, народов. И вот трагедия Холокоста, которая затронул евреев Советского Союза в первую очередь, она тоже очень значима и в данном контексте. В контексте реализации проекта без срока давности. Круглый стол был организован Министерством по делам национальности, массовым коммуникациям и печати совместно с Общественной палатой и Карачаево-Черкесским еврейским культурным центром Лихаим. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.